Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от компании Special Hobby. И при этом она очень интересна тем, что она копирует не совсем обычный самолет, это, как вы можете видеть, планер. Называется он Eon Eton TX-1 и отлит в 48-м масштабе, что, в принципе, заинтересует многих моделистов, потому что это не совсем мелкий 72-й, но и не совсем крупный 32-й. В принципе, этот набор уже должен быть доступен в продаже, если вы хотите его приобрести, его можно прямо на сайте Special Hobby купить. И называется сама версия над Восточной Европой, то есть здесь идут варианты окраски британских ВВС, также бельгийских, шведских и французских, разумеется. Вот вы можете видеть небольшие обозначения, они как бы намекают, какие варианты окраски будут в комплекте. Ну и на бокс-арте мы можем видеть французский вариант, здесь вот человек летит куда-то, пытается долететь. Но сейчас мы ее, собственно, откроем, вот вы можете видеть сравнение с моей рукой, коробка небольшая, как-никак это планер в 48-м масштабе, он не будет огромным. И здесь вот с одной стороны вы можете видеть традиционную информацию для Special Hobby наборов, то, что изготовлено в Чешской Республике. Внутри у нас 5 вариантов окраски, 2 французских и 2, я так понимаю, шведских. И здесь вот немного исторической информации, то, что набор для моделистов старше 15 лет, ну и адрес производителя, если вы захотите вдруг их навестить. Итак, коробка открывается сбоку, здесь вот у нас идут инструкция и литник в одном пакете с декалями. Собственно, начнем мы с пластика, инструкцию рассмотрим попозже. Ну и, в принципе, сразу заметно то, что здесь не так много деталей. Сейчас мы попробуем это все открыть и рассмотреть поближе. Пока напомню вам то, что вы можете нас поддержать, это довольно легко, нажмите лайк или подпишитесь на наш канал и, разумеется, пишите свои комментарии ниже. Здесь вот у нас на рамке уместились все детали, крыло отлита сразу цельной частью, то же самое можно сказать и о фюзеляже. Единственное, что нужно будет дособирать, это кресло пилота, различные рычаги и также хвостовое перине. Разумеется, стабилизатор отлит отдельно, его нужно будет просто вставить на место, где он должен быть установлен. Сама сборка не должна доставить особых проблем, вы можете видеть то, что здесь у нас довольно такая убедительная проработка крыла. И, в принципе, при аккуратной окраске и везеринге вы получите очень даже убедительный вариант. В 48 масштабе, конечно, крыло огромное, вы можете видеть его профиль, вот тоже аккуратно соблюден. И сейчас попробуем приблизить, потому что камера не любит серые детали, может быть, сейчас сфокусируется чуть почетче. И теперь вы можете заметить то, что фюзеляж тоже имеет интересные влитые части. И некоторые здесь, скажем так, элементы нужно будет удалить. Обратите внимание на то, что лыжа также влитая. Здесь вот у нас идут тонкие детали, которые нужно постараться еще и не потерять, прежде чем установить. Ну и, в принципе, мне кажется, вот это вот все отделить... Питатели очень тонкие, поэтому отделить их ножом или пилкой по пластику будет не очень сложно. И то же самое касается, например, стабилизатора. Но вот эти вот тонкие детали, конечно, настораживают. Нужно будет быть очень аккуратным, чтобы все склеить вместе и при этом ничего не поломать, не потерять. Ну и вот крыло, кстати, вы можете видеть. Не очень понятно, почему элероны решили сделать влитыми. Могли бы уж отлить отдельно, чтобы можно было немного поэкспериментировать. Но есть вот вырез для фюзеляжа, чтобы вставить вот это вот сюда. Ну и, опять же, мне кажется, сама сборка фюзеляжа и крова не доставит особых проблем. Гораздо интереснее будет сборка уже небольших деталей. Также рекомендую поэкспериментировать с различными тягами управления, потому что, например, на стабилизатор нужно будет все провести и прочее, прочее, прочее. Сейчас, кстати, будет интересно посмотреть, если это все рекомендуется в инструкции. Кстати, вот вы можете видеть еще и штифты для установки стабилизатора. Потому что в инструкции это может быть, скажем так, только рекомендации к сборке. Но сейчас увидим. Но в целом качество литя очень хорошее. Здесь никаких нареканий нет. И далее вот у нас идет небольшой пакет. Он с декалями и травлением. Сейчас его откроем и рассмотрим, что внутри. Так. Окей. Берем эту рамку. И начнем с травления. Пластинка травления не окрашенная. Камера сейчас будет пытаться сфокусироваться. Но вроде бы получилось более-менее. Очень много мелких деталей. Различные крепления для этого самолета. Но почему-то не фокусируется камера. Вот теперь вы можете видеть. Это очень мелкие детали. Поэтому рекомендую использовать острый пинцет. Иначе просто не получится все установить куда нужно. И вот, собственно, лист с декалями. Камера опять ленится сфокусироваться. Но отпечатаны декали в картографе. Что уже как бы намекает то, что качество хорошее. Здесь уместились все символы для пяти вариантов окраски. Как вы помните. Качество печати мне нравится. Ну и, насколько я помню, картографские декали не доставляют особых проблем. Здесь, я думаю, все будет очень просто и быстро. Тем более символов не так много для каждого варианта окраски. И вот вы можете видеть, кстати, символы поближе. У них есть вот такой вот глянцевый вид. Не очень толстый вроде на ощупь. Поэтому, я думаю, это очень быстро и просто будет. Итак, это декали. И дальше, в принципе... Опять же, никто вам не запрещает найти какой-нибудь другой вариант окраски. Но здесь уже выбор за вами. Нужно будет еще и для этого варианта окраски найти декали какие-нибудь. Далее идет у нас инструкция. Инструкция отпечатана в цвете. Это традиционная спеша в хобби брошюра. Небольшая. На первой странице, кстати, историческая заметка на английском и чешском. И, кстати, размах крыла был 10 метров. Впечатляет. Длина 6 метров. И негруженный вес 100 килограмм. Далее идет карта деталей. Я так понимаю, почти все детали будут использованы. За исключением вот трех, которые перечеркнуты крестиком. Но будет очень сложно перепутать. Здесь таблица цветов дана в гунзи палитре. И затем уже идут вот символы, легенда символов, чтобы вы понимали, что где делать. Сборка начинается с кресла пилота. Оно собирается из нескольких деталей. Далее мы продолжаем уже установкой кресла на место, на фюзеляж. И обратите внимание, что вот эти вот тонкие детали нужно будет совместить с, скажем так, сиденьем, панелями. Поэтому будьте аккуратны при сборке, потому что сами детали очень тонкие. И вот вы можете все видеть эту панель, собственно, которая показана на инструкции. Ну и вот эта сама сплошная спинка, она отлита тоже одной деталью. В принципе, должно быть несложно для профессионалов. Далее идет вот установка на фюзеляж, если его так можно назвать. И вот, собственно, стабилизатор устанавливается на хвост. Затем мы уже устанавливаем стойки стабилизатора. Они отлиты тонкими деталями. Это деталь номер 7, собственно, вот они. Очень тонкие, поэтому рекомендую быть очень аккуратным. Тем более при зачистке, я думаю, можно будет попотеть, скажем так. Далее идут элементы управления. Что там написано? Все детали должны быть в темном металле. В принципе, симметричная сборка написана. То есть с обеих сторон вы должны повторить все одно и то же. И затем вот деталь номер 6. Вот это вот мне очень интересно сейчас. Где она? Где она? Двойка. Восьмерка. Шестерку что-то вот прям не вижу. То есть стабилизатор у нас шестой. И то есть это девятая деталь должна быть. Перепутали немного цифру. А чепятка в инструкции, поэтому будьте внимательны. Далее идет установка крыла. Крыло, собственно, как я и говорил, вставляется вот на фюзеляж. Там специальное отверстие. Закрепляется все потом. И должно выглядеть очень даже красиво и аккуратно. Мне нравится то, что крыло отлит одной деталью. Это может быть привлекательно для новичков, в принципе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...